В конце февраля из App Store и Google Play начали исчезать приложения ВТБ, промсвязь банка, Совкомбанка, ФК Открытие и Новикомбанка. Эти банки оказались под полыми и блокирующими санкциями. В связи с этим 7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, призвал IT-специалистов начать работать над созданием замены этих платформ. После этого стало известно, что правительство выбирает главного разработчика для отечественного магазина приложений. Претендентами на создание платформы стали Сбер, который, к слову, тоже лишился мобильного приложения в App Store и Google Play, Яндекс и ВК. Во-первых, надо понимать, что такое уйдут магазины из страны. То есть, приложение же остается. То есть, вопрос в том, что оно будет блокировать скачивание отдельных приложений. Например, для пользователей из России не будут доступны для скачивания такие-таки и такие-таки приложения. Или это означает, что, в принципе, гражданам России не дадут скачивать приложения в принципе. То есть, при заходе в App Store или в Play Market будет, не знаю, ошибка, доступ запрещен. Здесь надо что понимать. Разница между Apple и, ну, iOS и Android заключается вот в чем. В случае iOS у них Apple контролирует все. То есть, есть возможность скачивать приложения из других источников, но это все, опять же, идет под контролем Apple. Другими словами, разработать приложение, а потом установить себе на смартфон, будет невозможно для платформы iOS. Для пользователей Android это будет сделать возможно. В итоге для Android это сведется просто к существованию другого маркета, из которого будет скачиваться приложение. То есть, на самом деле, у любой компании сейчас появляет свой магазин приложений, и те, которые компании останутся со своими смартфонами или операционными системами, они, соответственно, ну, будут нормально функционировать. Но, повторюсь, что я не считаю, что App Store и Play Market уйдут прям физически полностью. Я думаю, что они просто будут ограничивать доступ к определенным приложениям. Но, если вдруг они уйдут, то, конечно, владельцем айфонов будет тяжелее, чем владельцем Android. Также Михаил Абрамский отметил, что, к примеру, мобильная операционная система Harmony OS от Huawei не должна уйти с рынка приложений, так как у Harmony есть своя App Gallery. Также у телефона Xiaomi тоже есть свои приложения для скачивания. Елизавета Никитина, Универньюз.